Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня снова с вами я, Татьяна Чекалова, и мы продолжим тему восстановительной гимнастики. Сегодня мы поговорим о круговой мышце рта, о восстановлении круговой мышцы рта. В прошлый раз я вам сказала о том, что лицевой нерв восстанавливается сверху вниз. И вроде бы нелогично сразу же от лба перескакивать ко рту. Но в действительности логика в этом есть, и логика очень серьезная. Дело в том, что очень часто мозговые нарушения, в результате которых происходит инсульт, либо какие-то травмы головы, связаны с нарушением речи. А функции речи все-таки являются одной из первостепенных функций вообще нашей жизнедеятельности. И поскольку эта часть лица восстанавливается действительно долго, все-таки сегодня я предлагаю ее запустить, чтобы она начала уже восстанавливаться. У меня есть, как обычно, подсказки, и есть целая коробочка с различными игрушками, которые я буду вам постепенно демонстрировать. Сразу же напомню о технике безопасности. Напомню, кому не стоит заниматься этой гимнастикой. Первое. Если вы до сих пор лечитесь от геморрагического инсульта, и у вас не прошло трех недель месяца после события, вам пока заниматься не стоит. И второе. Если у вас имеются переломы или открытые травмы черепа и раны на лице, тоже заниматься гимнастикой пока не стоит. Что нам понадобится для сегодняшнего занятия? Я вам уже показывала, что у меня есть очень много мячиков. И мячики мы будем с вами использовать сегодня тоже. У меня вот этот мячик, который мы работали с лбом сегодня, в ход не пойдет. Я его откладываю. Мы будем работать с маленьким мячиком и совсем маленьким мячиком. В принципе, маленьких таких мячиков, которые продаются в спортивных магазинах, лучше иметь хотя бы два. Особенно вот такие вот маленькие. Смотрите, я его нажимаю, он такой довольно плотный мячик. Это тоже довольно плотный мячик. Этот, наоборот, мячик, видите, как эспандер очень легко сжимается. То есть, лучше иметь мячики разной крепости. Дальше есть у меня яйца. Это яйцо из ортопедического магазина. Оно тоже очень легко сминается. Есть каменное яйцо из яшмы. Есть куриное яйцо. Посмотрите, куриное яйцо, сваренное вкрутую, с каменным яйцом, они практически одного размера. Это яйцо, которое в магазинах продается под названием С2. То есть, есть яйца С1, очень крупные. Есть яйца С2, в средней крупности. И есть яйца С3, совсем мелкие. Вот нам для занятия нужно яйцо С2. Ну, или если у вас есть вот ровно такого размера каменное яйцо, будет еще лучше. Дальше мы используем пустышку. Пустышка нам нужна, смотрите, овальная форма. Овальная или вот эта вот в форме такого сердечка. Тоже я ее покажу близко, пустышка. Ее диаметр в ширину она 5 сантиметров, в высоту она 4 сантиметра. То есть, примерно вот такого диаметра овальную пустышку нам тоже очень желательно иметь. Ну и есть у меня мячик с шипами. Довольно жесткий мячик с шипами. В ортопедических магазинах продаются мячики с жесткими, с мягкими шипами. Эти мячики очень хорошо восстанавливают чувствительные функции лица. Дальше. Есть у меня палочки. Вот эта у меня красивая бамбуковая палочка. Такая эстетическая. А вот эта палочка совсем не эстетическая. Просто палочка из леса, с которой срезана вся кора и очищена. Годится и то и другое. Соответственно, все сучки тоже с нее срезаны. То есть, она мягкая. Мы также будем ее прокатывать по лицу. Ну вот это, собственно, все, что нам с вами сегодня понадобится. Приступаем. Напоминаю, что мы первым делом входим в состояние совершенно здорового человека, который просто укрепляет свое здоровье. Ни от чего не лечится, ни с чем не борется. Просто человек, укрепляющий свое здоровье. Итак, дорогие мои здоровые друзья. Первым делом мы, как обычно, разминаем все лицо, чтобы разогреть все мышцы. И после этого, особым частью, мы будем разминать свои губы. Кстати, забыла я сказать, что нам еще нужны влажные салфетки, либо резиновые перчатки. Итак, губы. Мы проходим по окружности всего рта. И на самом деле, мы можем очень долго заниматься именно разминанием круговой мышцы рта. Потому что, на самом деле, когда происходит какая-то неполадка с нервом, мышца по концам, по краям становится мягкой и, скажем так, висячей, а в центре, наоборот, она собирается в такой скатыш. И вот наша задача, вот эти скатыши, как можно больше разобрать. Причем, работаем не только за ртом, мы проходим дальше, немножечко до самой щеки. Следующее упражнение, то есть, еще раз скажу, почти все упражнения, кроме отдельных упражнений, на которые я буду акцентировать ваше внимание, выполнять можно сколько угодно, хоть до бесконечности, хоть целый день. В действительности можно их выполнять хоть целый день. Еще раз напомню, что косметическая гимнастика и гимнастика-реанимация имеют совершенно разные законы. Следующее упражнение – мячики. Мы берем мячик и начинаем мячиком разминать рот. При этом стараемся, чтобы наш рот не напрягался, не сжимался, то есть, не напрягался, а наоборот, расслаблялся. То есть, мы губы держим так, как они были бы совершенно полностью расслаблены, а мячиком продолжаем еще больше их расслаблять. То есть, мы не создаем сопротивление губами. В обратную сторону. Сначала я прошлась мягким мячиком. Сейчас начнется более серьезная работа вот этими жесткими мячиками. У меня они на веревке связаны, просто для того, чтобы не терялись, чтобы выполняли еще другую функцию. Здесь более ощутимо. Губы, еще раз повторяю, стараемся не сжимать, не напрягать. И доходим до зоны вокруг рта. Потому что губами управляет зона вокруг рта точно так же, как сами губы. В воротах проходим. Здесь хорошо работает со всем лицом, не только с пораженной стороной. А теперь, не знаю, насколько это будет эстетично, но это необходимо. Вставляем маленький мячик в рот, либо вот можно вставить яйцо. Вторым мячиком совершаем массирующее движение. То есть мы промассируем всю мышцу. Наша задача промассировать всю мышцу, настолько, насколько мы смогли дойти. И дальше мы можем также массировать щеку. Массировать ее, смотрите, с акцентом вверх, вниз на мячик, просто мягонько возвращаем. Снова вверх, вниз мягонько возвращаем. Вверх, вниз мягонько возвращаем. Это второе упражнение. Его можно выполнять также до бесконечности. Теперь третье упражнение, пожалуй, оно будет самым ключевым в нашем с вами занятии. Дело в том, что, еще раз повторяю, у многих сейчас нарушены речевые функции. И, пожалуй, одна из первых задач их восстановить. Сейчас мы будем с вами произносить скороговорки. Что такое скороговорки вообще? Дело в том, что когда человек произносит слова невнятно, непонятно, это диагноз того, что у него там внутри в мозгу тоже что-то невнятно и непонятно. Но это, само собой, иначе бы у вас не было этой травмы, не было бы этой болезни. Так вот, наша задача с помощью обратной связи восстановить работу мозга. Скороговорки. Чем, скажем так, более неприличные, скажем, эти скороговорки, тем больше ответственности нужно для того, чтобы их произнести правильно. Предположим, я скажу неправильно, шла Саша по шоссе и сосала сушку. Ну, скажу я это неправильно, вроде бы ничего нехорошего не произойдет. Если же я говорю более такую, скажем, ахальную скороговорку, то ответственность на самом деле повышается. Такие скороговорки используются на тренингах речевых навыков в МЧС, для операторов МЧС, для операторов телефонов доверия и, в принципе, для других серьезных организаций. Вот, например, смотрите, произнести «Еду я по выбоинам, из выбоин не выйду я» гораздо более ответственно, чем произнести «Шла Саша по шоссе и сосала сушку». Так вот, мы не просто будем с вами произносить скороговорки. Кстати, что я еще хочу добавить насчет скороговорок? Иногда люди заикаются. У меня тоже есть такой грешок, и я скороговорками стараюсь его исправить. Собственно говоря, заикание, произношение одного слога несколько раз подряд, перемены местами слогов – это как раз признаки нарушений в мозге. И скороговорки с этим справляются. Они это исправляют, очищают и корректируют. Но поскольку у нас с вами одна сторона лица работает хорошо, а другая работает не так хорошо, как первая, мы сейчас зажимаем, фиксируем здоровую часть рта, круговой мышцы рта, и будем произносить скороговорку только другой стороной. Очень важно, когда губы шевелятся именно там, где они достаточно слабые. «Еду я по выбоинам, из выбоин не выйду я, в чистом поле холм с кулями, выду на холм куль поправлю, юбочка модным одна, из модных одна модна». «Королева кавалеру каравеллу подарила, королева с кавалером в каравели удалилась». «Шит колпак да не по-колпаковски, вылет колокол да не по-колоколовски, надо колпак переколпаковать да перевыколпаковать, надо колокол переколоколовать да перевыколоколовать». То есть мы все скороговорки произносим, зажав одну сторону лица. Зажав здоровую сторону лица, а больную сторону лица, мы начинаем тренировать. И, собственно говоря, если вас не устраивают скороговорки, вы можете точно так же читать молитву «Отче наш, если на небеси да светится имя твое», только читать в скором темпе. И наша задача, в общем-то наша конечная цель – произнести скороговорку тщательно, аккуратно, не переставив, не поменяв слоги в слове. Вы можете читать молитву, можете читать информацию. Ваша задача, технология – удерживаем здоровую часть рта рукой и говорим только той стороной, которая у нас поражена. Именно тогда у нас вот эта сторона вынуждена работать, потому что иначе мы будем говорить вот этой стороной, а вторая у нас всё время будет сжата. То есть это, собственно говоря, можно делать вообще целый день. Я хочу сказать, что у меня тоже была такая проблема, когда я не могла говорить. В целом я 4 месяца справилась с этой проблемой, но в частности, то есть в принципе говорить я начала уже через неделю. Говорить нормально, так что меня понимали. То есть эта проблема очень хорошо, восстановима и исправима. Вот это основное упражнение нашего комплекса. Но не нужно забывать, что нам нужны здоровые и крепкие мышцы. Поэтому продолжаем. Следующее наше упражнение – произнесение чистоговорок. Чистоговорки, как правило, на определенные буквы. При нарушении речи страдают чаще всего Б, П, вот те буквы, когда губы сходятся. Опять же, мы захватываем здоровую сторону и говорим «Бык тупогуб, тупогубенький бычок, у быка бела губа была тупа». Это, кстати, очень полезно и тем, кто очень много говорит, и в конце, допустим, дня просто устают щеки, устает рот, и ваша речь становится более шамкающей, что ли, более такой вязкой. Скороговорки и чистоговорки помогают это восстановить. И такая оптимистическая чистоговорка – пара по бабам, пара по пабам, пара по бабам. То есть к бабам и бабам можно идти только здоровыми. Поэтому чистоговорка – пара по бабам, пара по бабам. Точно так же звуки П и В, и она улучшает произношение. Если вы заметили, я сейчас стала говорить гораздо чище, чем в начале. Следующее упражнение – удержание пустышки. Это очень тоже важное упражнение. Берем пустышку. Если у вас нет пустышки, можете просто взять большую пуговицу и на длинную нитку ее посадить. Такую большую тоже, примерно вот таких размеров. Пустышку вставляем между губами и зубами, не как вот ребенок, а между губами и зубами. И сейчас наша задача, причем акцентируясь на той стороне, которая у вас поражена, пустышку стараться выдернуть, а губами ее удержать. Дело в том, что поначалу очень трудно губами вообще что-либо удерживать. И когда человек ест, текут слюни, он просто не может губами удержать то, что находится внутри. Итак, мы вставляем пустышку, еще раз повторяю, между губами и зубами и тянем за колечко, ее вытаскивая. Зубами ее не удерживаем, зубами не удерживаем, то есть держим ее только губами. И наша задача, чтобы накачать губы так, чтобы они смогли удержать. Именно та сторона, которая поражена. Выполняем это упражнение столько, сколько хотим. Хотим. Следующее упражнение, это упражнение ухмылка. Смотрите, что такое ухмылка. Ухмылка это когда мы улыбаемся не искренне. Искренне мы улыбаемся в обе стороны. Когда мы ухмыляемся в какую-то одну сторону. Сначала давайте ухмыльнемся на здоровую сторону. Это легко у нас получается. Причем не просто уголки губ потянуть, а вот именно улыбка до ушей. А вот теперь на другую, на пораженную сторону. Что касается этого упражнения. Скорее всего, сразу же оно у вас не получится. Любопытные, я знаю, что такие есть. Вы можете просто попробовать улыбнуться на разные стороны, обнаружить, что у вас получается и на одну, и на другую сторону, и на этом успокоиться. Больше это упражнение не делать, потому что это упражнение не косметическое. Для косметической гимнастики это скорее антиупражнение. Но для реанимации, повторяю, действуют совсем другие законы. Итак, первое. Нам обязательно не нужно зеркало. То есть нам нужно выполнять его не перед зеркалом, потому что зеркало такой контролер, из-за которого вы просто не сможете упражнение сделать. Эта часть лица, та, которая поражена, скорее всего, не хочет работать. Может быть, не может, но скорее всего, что не хочет. И вот ваша задача убедить ее, что работать ей все равно придется. Но убедить легче всего, скажем так, личным примером. То есть лучше всего это упражнение выполнять не когда вы сидите перед зеркалом, или даже пускай перед телевизором, а когда вы чем-то занимаетесь. Идете по улицам, совершаете пешую прогулку, моете посуду, выполняете какие-то другие действия. Вот тогда параллельно улыбаться на одну сторону, это очень полезно. По сути говоря, это упражнение-тест. Упражнение, которое показывает, заработали ли ваши мышцы. Если они сначала еще не заработали, они заработают. Но это нужно делать все-таки часто, но как часто. В отличие от всех предыдущих упражнений, вот это переборщивать, перебарщивать с ними не стоит. Скажем, 5 минут, 4-5 раз в день. Этого достаточно. Вспомнили, поухмылялись, перестали. Вспомнили, поухмылялись и снова перестали. 4-5 раз в день, еще раз повторяю. То есть это упражнение, которое не нужно выполнять до бесконечности. Следующее упражнение, может быть, на кого-то оно произведет странное впечатление, но упражнение очень ценное и полезное. Я его назвала толканье ядра. Вот как раз для этого мне нужно яйцо, либо куриное, либо каменное. Я возьму каменное, потому что я к нему уже приросла. Яйцо. Дело в том, что губы сначала, как я сказала, с трудом сжимаются, не могут ничего удержать. А потом наступает момент, когда губы, наоборот, становятся слишком сжатыми. И если вы прислушаетесь к себе, прислушаетесь к своим губам, вы обнаружите, что ваш рот все время напряжен. Губы все время в куриную гузку вот так вот сжаты. И постепенно появляются вот такие вот кисетные морщинки, или морщинки курильщика их называют, над верхней губой. Это упражнение очень хорошо расслабляет губы, при этом их накачивая. То есть накачивая, причем, смотрите, это яйцо. Все у нас произошло от яйца, об омах, как вы помните, увуляции. Мы все родились от яйца. Так вот яйцо, оно губы развивает симметрично, тренирует губы симметрично. Для этого упражнения мы язык поднимаем наверх к твердому небу, чтобы язык в упражнении не участвовал, а губами, тупым концом вставляем яйцо в рот, и щеками мы засасываем, губами выталкиваем. Да, у кого-то, может быть, возникнут такие своеобразные мысли. Хорошо, можно выполнять на том, о чем возникли эти мысли. Но даже мужчинам рекомендую, пускай не яйцо, но хотя бы теннисный шарик. Еще раз повторяю, мы работаем не языком, язык не участвует в упражнении. Мячик тоже можно использовать, это будет, конечно, он побольше видеть, чем яйцо. Можно. В конце концов, мужчина, представьте себя фокусником, который вытаскивает мячик изо рта, засунул его в руках и вытащил изо рта. И поупражняйтесь в этом фокусе. Упражнение действительно, оно просто, оно не ценное, оно бесценное, это упражнение. Его выполнять можно, в принципе, до тех пор, пока не устанут чоки. При этом желательно еще приподнять голову вверх. Тогда тренируется еще область нижней челюсти, которая у нас тоже с вами пострадала. И, наконец, последнее упражнение, которое мы будем завершать, нет, предпоследнее упражнение, это расслабление губ. Губы поработали. Расслабление губ. Смотрите, как мы дышим правильно. Правильно мы вдыхаем носом, выдыхаем губами. Но наша задача, губы не просто ими выдохнуть, а именно расслабить. То есть не, чтобы они собирались в куриную густку, а именно расслабить губы. То есть смотрите, какое происходит у нас дыхание. И теперь знакомое действие. И теперь, знакомое действие. Расслабляем именно пострадавшую сторону. И, наконец, последнее упражнение с нашими палочками. Ну, давайте я возьму не лесную палочку, а палочку бамбуковую. И смотрите, теперь мы должны все лицо, всю мышечную ткань разложить так, как она должна лежать. Еще раз повторяю, она изначально у нас такая вот скомканная. Если у нас есть проблема, мышечная ткань скомканная. Берем снизу и очень медленно, если уже чувствуете боль сильно, как бы не доводя боль до неприятного состояния, но все-таки ее проходя, немножечко на болевой точке задерживаемся, пока она не исчезнет. И поднимаемся. Очень медленно. Все выше и выше. Можно для этих целей также использовать мячик. Но почему-то в данном случае палочка мне нравится гораздо больше. И поднимаем от рта. Мясечная ткань сюда. И сюда. И собственно говоря, на этом наше упражнение можно, конечно, продолжать и продолжать. Я много еще могу показывать упражнений, но основная базовая программа у нас с вами закончена. Выполняйте эти упражнения, восстанавливайтесь, конечно же, любите себя. Продолжение следует. С вами была я, Татьяна Чекалова. До свидания.